Роман Нигматянов Держатся все в коллективе 210 человек, многие работают до пенсии, привлекает стабильность и полностью белая зарплата. Однако сейчас будто щебеночников лихорадит. Департамент природных ресурсов Приморья пытается остановить заводу действия лицензии на пользование недрами. И вот уже два года предприятие пытается в судах доказать свое право на работу. Что нам мешает в работе вразрез со всеми постановлениями, указанными президентом, постановлениями правительствами, это непланные всевозможные проверки, которые начинают придумывать, что вроде как неплановая проверка. Хотя если коснуться, вот начиная с 2015 года, нас проверяли неоднократно. Ну все, и ссылаемся на непланные проверки, потому что плановые проверки идут согласно, согласовываются с прокуратурой и прочее. Поэтому проверяли нас Роспотребнадзор, Росприроднадзор в последнее время. Не находили ни одного замечания. У Василия Иванова на руках более 20 предписаний от Департамента природных ресурсов. Часто документы просто дублируют друг друга. Чтобы устранять мифические нарушения, предприятие было вынуждено останавливать работу. Такого не происходило за все полвека деятельности Бутощебеночного завода. На сегодня, говорю, Департамент природных ресурсов нам уперся, не согласовывает нам проект ведения горных работ. Кошмарить крупные и уважаемые компании Приморья за последние годы, кажется, стало модно. 25 мая 2016 года на плавбазу Всеволодсибирцев высадился настоящий десант. Военные вертолеты, люди в масках, сотрудники ФСБ и СОБР Дальневосточной оперативной таможни. В этот же день в офисе компании «Доброфлот» собственника плавбазы состоялся обыск. По неофициальным данным причина – якобы в невыплате таможенных пошлин и ввозе иностранной рыбы. Изъяли часть документов и электронные носители. За помощью компании пришлось обращаться к полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Как сообщает официальный сайт «Доброфлота», в связи с указанными фактами, Юрий Трутнев дал поручение Минфину России и Федеральной таможенной службе России представить позицию ведомств по существу спорных вопросов. Вся эта ситуация была открыта, вся продукция была досмотрена всеми государственными органами, вся отчетность была предоставлена. Были в рамках оперативных действий проведены отборы образцов, производились запросы. Мы на все эти запросы отвечали, никаких проблем не было. Между тем Россия держит курс на сокращение количества проверок работы предпринимателей и дальневосточных в том числе. Об этом заявил в своем послании Федеральному собранию в декабре прошлого года Владимир Путин. Об этом же заявил полпред Юрий Трутнев на недавней коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры. По мнению представителей власти, на дальневосточных предпринимателей оказывают излишнее административное давление. Вот вышел, он весь потный, вышел и у него голос дрожит, да? Страшненько немножко. Вот мы должны прийти к той ситуации, когда страшненько не будет. Когда если человек считает, что с ним обошлись несправедливо, даже очень такие серьезные и важные организации, он должен иметь возможность выйти на трибуну, к вам выйти и сказать, вы знаете, это несправедливо, это не по закону, это не в интересах страны. В Приморье 35 контрольно-надзорных органов и силовых структур. Более 130 тысяч проверок дальневосточных предпринимателей они организовали только за последние несколько лет. За такие проверки Трутнев предложил ввести дополнительную ответственность, оценить эффективность работы контрольно-надзорных органов, а также сократить не только количество проверок, но и количество самих органов. Только в этом случае дальневосточному бизнесу станет дышать легче. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.